Телевидение Советского Союза Три-два, впереди Советская команда Игорь Ларионов открыл счет Легко преодолел он оборону, вышел к воротам и спокойно открыл счет Может быть, эта первая шайба, заброшенная на первой же минуте, в какой-то степени расхолодила наших игроков Но на 10-й минуте Николай Дроздецкий забрасывает вторую шайбу До этого финская команда сумела как-то выровнять положение И уже третья смена пошла в наступление на ворота мышки На 17-й минуте Лехто реализовал честные преимущества, был удален Немчинов И счет стал 2-1 Думаю, что наша команда не ожидала такого от финских хоккеистов И через минуту Хельманен сравнивает счет 2-2 На последней минуте за 35 секунд Николай Дроздецкий сильнейшим броском вывел нашу сборную вперед 3-2, впереди сборная Советского Союза И вот начинается, начинается вторая 20-ти минутка В воротах сборной Советского Союза Сегодня Мышкин В воротах команды Финляндии Там Вы видите, что сразу начав игру, советская команда моментально вышла к воротам И вот Макаров, он сейчас владеет шайбой, правда его атакует Советская команда перешла в зону соперника Очевидно, решили наши хоккеисты отнестись более серьезно ко второму периоду Тем более, что в первом были ошибки И их было много Победительный первый розыск Кубка Швеции 4 года назад Советские хоккеисты, чемпионы мира Европы Олимпийских игр Тренер приехали на турнир в своем сильнейшем составе Из олимпийских чемпионов Сараева нет только Шепелева, Скворцова и Герасим Зато в команде здесь несколько молодых хоккеистов Тюриков, Спартак, Семенов, Светлов, Динамо, Гусаров Спортивный клуб армии Ленинград, Немчинов, ЦСКА Тренеры Тихонов и Урзинов считают, что эти международные соревнования Лучше помогут нашей команде подготовиться к сентябрьскому третьему розыгрышу Кубка Канад Сейчас у нас играет наша первая пятерка Касатонов, Этисов и Тройка Ларионова, Макаров, Ларионов, Крутов Сейчас происходит смена составов Вы видите 22-й номер Жлуктов, 30-й Анатолий Семенов Бросок, бросок промахнулся Жлуктов Светлов, Жлуктов, Семенов И в обороне играют, сейчас еще Касатонов остался на поле А вообще с этой тройкой нападения играют Первухин и Белилидзин Во втором периоде темп несколько усилился Во всяком случае, пинские фокисы, которые не ожидали первого такого быстрого успеха нашей сборной Но внимание, Светлов с шайбой, Фигнача За сборную Финляндии в фитской команде в воротах Тамми А сейчас третья смена выходит Выходит Виттала, 20-й номер, Яло, 13-й, Хельменен, 28-й Это он забросил шайбу, Саринен, 7-й и Хелландер, 9-й Очень приятно, что здесь на табло все время держат счет Сначала шведская сборная вышла вперед и повела 1-0 Затем чехословатские хоккеисты сравняли счет и забили вторую шайбу После первого периода впереди сборная Чехословакии 2-1 Вот сейчас Немчинов забрал шайбы смены, стали побыстрее, чтобы поддержать быстрый темп 34-й номер у нашей сборной Вот сейчас финская команда атакует Неприятный момент для ворот Мышкина, причем атакует страстно, напористо 34-й номер Стельнов В нашей пятерке, которая сейчас на поле, конечно, самый неудержимый Николай Дроздецкий Он забросил сегодня две шайбы, но главное, как только шайба идет к нему Он всегда идет вперед, нацелен на ворота, он опасен И соперник, вот он с шайбой, отдает Немчинову и Хомутову Насмой Александр Кожевников, 29-й номер В команде Финляндии здесь тоже Обе сборные играют в 4 пятерки 8 защитников и 12 нападающих Хожевников Сейчас Болдин подставил крючку на шайбу, пошла совсем не туда, куда он хотел Вот, выход, передача, наверное, передача была лишней Надо было бросать Тюменеву самому Ну, такие высокие скорости в команде В Финляндии играет Раута Калио Второй номер Туохима Юха, четвертый Меламеца, двадцать четвертый Сейчас как-то темп игры несколько спал Начало было очень хорошее, бурное А сейчас как-то Нельзя в зону садить Сейчас можно Финские хоккеисты вначале действовали очень робко Примерно две первых смены Третья смена прошла к вороту Мышкина и бросила Правда, неудачно Вот, давайте посмотрим, чем закончится сейчас эта атака Круто Здесь у финских хоккеистов одна задача Сдержать атаки нашей сильнейшей пятерки Они прекрасно знают, что эти пять хоккеистов В сильнейшем мире, во всех они В символических сборных были После Олимпиады И, на самом деле, после первенства мира Так что здесь задача ясна А вот остальные сопротивляются И не только сопротивляются А в течение одной минуты Финская команда даже сумела сравнять счет Сейчас все четыре сборных Начали, так сказать, новую подготовку к сезону Этот сезон еще не кончился Чемпионат в Финляндии не завершился Там идет еще упорная борьба И многие хоккеисты, говорят, устали Но вместе с тем Каждый тренер сборных Сейчас будет в удалении Пинский, пинский, тохима, хари Сегодня у нас два игрока И идет седьмая минута второго периода Пятерка Семенова-Жрукнов играет с края Анатолий Семенов в тридцатый в центре Светлов справа, четырнадцатый номер И Беляридинов в первую Видите, как удачно хоккеисты в Финляндии Играют 30 секунд, отыграли Жлуптов пошел в зону Вот силовой прием Придержали Первухина И вот видите, бросок Идали уже по воротам мышки Но сегодня в воротах Владимир мышкин Третьяк в запасе Третьяк, Васильев и Ховин Будут, видимо, играть завтра В матче со сборной Швеции Там, в городе Карнстате Продолжается встреча Тоже идет второй период Играют токийские в одно время С нашим матчем 2-1 впереди сборная Чехословакии Хомутов, Немдинов, Дрождецкий Первухин, Беллидинов Вот сейчас наши тренеры решили Что Дрождецкий играет особенно удачно В сегодняшнем матче И выпустили его Бросок Шайба, Фингоры, Тарянга, Себорга Огромное количество Журналистов, фотокорреспонденты Все, кто присутствовал Особенно фотокорреспондентов Они старались запечатлеть Дружеское пожатие капитанов Команд и двух вратарей И, конечно, все снимали Но об этом сейчас чуть позже Посмотрим, чем завершится эта комбинация Атакует наши Стильнов-Стариков Стильнов-34 номер Стариков-12 И тройка Немчинова Сейчас Витя Хомутов набирает скорость Идет вперед Но уже через 8 секунд Выйдет и удаленный Так что чистое преимущество Реализовать не удалось Немчинов Впервые играет в составе сборной Советского Союза Не игры В Ленинград Для встречи с командами Клуба Золотая Шайб Эти игры, эту поездку Организует Генконсульство Советского Союза В Швеции И Общество Дружбы Швеции СССР И когда вчера Владислав Третьяк встал в ворота И дал своеобразный сеанс одновременной игры Пятьдесят был во дворце И в первую очередь самого вратаря Лучшего в мире Сегодня все газеты рассказывают об этом необычном матче Об этой необычной встрече Множество фотографий Пресса отмечает доброжелательность Внимания советских хоккеистов к детям И в первую очередь Владислава Третьяка Ну может быть и поэтому Как здесь шутка говорят Третьяку дали сегодня отдохнуть Все-таки такая нагрузка Пятьдесят бросков Но если бы вы видели Эти счастливые детские лица Десяти и двенадцатилетних мальчиков Ну это было вчера А сейчас Не сумели закрепить Наши хоккеисты свое преимущество В так удачно складывшуюся для них Игре И сейчас Игра уже сложилась Сладывается по-другому Уфорная борьба Болдин, Тюменев, Кожевников Тюриков и Гусаров Гусаров играет под четвертым номером Армеец Ленинграда И ленинградцы подготовили для сборной Талантливого спортсмена И теперь все зависит только от него Как он дальше закрепится И станет настоящим мастером Десятая минута завершается Второго периода По-прежнему Три-два Впереди сборная Советского Союза И финские хоккеисты Действуют довольно удачно Гоу Вот сейчас Впереди был защитник Но бросил он удачно То ли защитник помешал вратарю Он не видел Во всяком случае Бросок мощный Ларионова И шайба в воротах Четыре-два Впереди сборная Советского Союза Команда Финляндии В этом сезоне Играла значительно Ниже своих возможностей И вот сейчас Новая попытка Сделать ее сильной Ну и чтобы играла она Ровно, стабильно Впрочем Это мечта Если хотите Задача Всех хоккейных тренеров Сборных команд Этот турнир по существу Начало новой Очень серьезной работы По возрождению Становлению И совершенствованию Мастерства сборных команд Этого Квартета Сильнейших в Европе Вот сильный пас вперед Как мы говорим Армейский пас Первый пас Когда кто-то из хоккеистов Задерживается В средней зоне И защита Получив шайбу Моментально Пасует вперед Чтобы можно было Выйти к воротам В этом сезоне Особенно в конце сезона Значительно Узравил Как мы говорим Играет достаточно уверенно Сейчас играет Динамовская пятерка Усиленная Жлухтов Ну нет Яшина к сожалению Заболел Жлухтов Бросок Бромов Светлова Семенов Жлухтов Первухин Белеледгина Играют они против Сарина Хеландера Защитников И вот опасный будет Бросок Продом Бромов И здесь играют В нападении Меллонека Мексикитало И Ари Вот сейчас Светлов Подплатил шайбу Вышел один к воротам Добавить Ни Светлов Забить не смог Ни Семенов Добавить Отскочившие шайбы От фунтаря В ворота Момент Вы сами Видите Был очень Выгодный Очень Выгодный Мексикитал Из Швеции Вообще Вся бригада Из Швеции А на линии Хоком Бьёртман И Дан Лея Арбитры Сервитры Вся бригада Из Швеции Играет сборная Швеции И сборная Советского Союза Тоже в это время В другом городе Встретятся Томаны Чехловакии И Финганде Кстати В Карлстате Продолжается встреча Идет она Хочу раз еще напомнить вам Параллельно С нашим матчем Счет там Не изменился 2-1 В пользу Сборной Чехословакии Дороздецкий Шайбы не отдает Все-таки Футбольный прием Получился И вот передача Дороздецкий Хомутов И Немчинов Комбинации Успеха не имела Финская команда Пошла Вперед Ну Шайба-то была Умышкина Сейчас Все время Мы видим В игре А у нас Играет Пятерка Тюменина Волдин Тюменин Кожевников Тюриков И Гусан Вот Хорошая Возможность Для Атаки Но Вперед К Шайбе Вышли Пин Их икисты Куисма Мива Защитит Вот Пошли Сильные Приемы Играет Атака Острилась Стала Полезче По темпераменту 14-ая Минута На этот раз Сказать Трудно И что Они покажут Здесь На турнире Но вот Увлечение Финских Тренеров Манеры Игры И стилю Канадского Хоккея Вот это Подражание Ничего Радостного Им не Пронесло Наверное Надо Искать И работать В этом направлении Искать Свой почерк Свою Манеру Игры Которая Отвечает Вкусом Поклонников Финского Хоккея Кожевников Сейчас Взял в команду Хочет И Восемнадцатый номер Команды Петти Яхо Анатолий Семенов Светлов Семенов Тридцатый номер Светлов Четырнадцатый И Белиздинов Сверхутин Пинки Коккеисты Начинают Атаку Из своей Зоны Вошли В зону Пышкина И Побирают Момент Для броска Наша Четверка Выбрала Позицию И Вот Сейчас Овладела Шайбой Минуту Наши Отыграли Нас Играет Сейчас Хомутов Вышел Под пятнадцатым Номером Очень хорошо Играет Когда Надо Защищаться Когда Команда В меньшинстве Как не получается Финские Хоккеисты Играют Удачно Играют Удачно Потому что Их пять Человек Наших Наших Четверо Подразнецкий Вышел Смело Играет Идет Прямо К воротам Не всегда Получается Естественно Вроде Надо бы Нашей команде Защищаться Она атакует Дорождецкий Вышел Макаров Чистные Преимущества Реализовать Не удалось Более того По существу Не было Ни одного Серьезного Ни одной Серьезной Угрозы Ворота Мышкина А вот Сейчас Когда Наши В полном Составе Выход Итог Удачно Играет Мышкин Шайба Отбита Макаров Не точно Команда Чехословакии Тем временем Забросила Третью Шайбу Ворота Сборной Швеции И сейчас Счет Карлстати 3-1 Все Тоже В составе Сейчас Играют Так что Ведущие Игроки Сборной Чехословакии Участвуют В этом турнире Девятнадцатая Минута Вот Подхватил Шайбу Игорь Болдин Он в зоне Передача Кожевникову Бросок И удачно Играет Воротарь Танни А вот Здесь Пока Происходит Комплит Тюменев Вот Видите Пошла У нас Уже Немножко Другая Игра Другой Вид Спор Пусть Отправится На 2 минуты На Казани Виктор Тюменев Вот Видите Повторный Этот момент Пошла Рукопашная Две минуты На предпоследней Минуте Ну Фактически Уже До конца Игры Будет Удален Игра Тюменев Да Игра Тюменев Да Сирен Тюменев Отдыхают По 4 полевых Игрока И сейчас Кто быстрее Кто тесничнее Тот может Добиться Успехов У нас Остались Болгин и Кожевников Тюриков Игусаров 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 1 минуту На 2-й Передача На правый Фланг Последняя Минута 2-го Периода Тюриков Бросает Похоже Что устали Эти хоккеисты Не проявляют Ни активности Ни скорости Но вот Может быть Сейчас Еще 15 секунд До Сирен Это Гусаров Передача 5 секунд Шайба Изборной Финнадзии Отсюда Забить Невозможно Итак Закончился Второй период 4-2 Впереди Сборная Советского Союза Матч Чехловакия И Швеция После второго Сборная 3-1 Впереди Сборная Чехловакия 3-1 Хочу Еще раз Напомнить Вам Что сейчас В составе Каждой команды По 4 Полевых Игрока Хоккеисты Тюменев И защитник Команды Сборной Финляндии Удалены На 5 минут Каждой Так что Еще им Пребывать На скамье Нарушителей 4 минуты 14 секунд Касатонов Пошел Вперед На обострение Наша Четверка Сильнейшая Фетисов Касатонов Ларионов И Макаров Играют Против Четырех Хоккеистов В сборной Финляндии Конечно Такой техничный Игрок Как Крутов Еще Крутов Ларионов Крутов Ларионов Фетисов И Касатонов Играть Не дает Шайбу В искусстве Одних Зон Вне Игры Ну Вообще На турнире Сборная Советского Союза Играет И хочет играть В своем Традиционном Стиле Скорость Комбинационная Игра Тактика Силового Давления Тактика Это тактика Нашей сборной Вот Дроздетский Вышел К вороту Но на этот раз Защитник Ему Помешал Хотя Дроздетский Видите Не уступает Не отдает Шайбу Стариков Дроздетский Передачи Шайбу Нашего Защитника Стариков Бьет С промах Дроздетский Играет в паре с Хамутовым Стариков Играет вместе со Спильном Стариков Добить Тоже не удается Еще одна попытка Нет Шайба В ворота не вошла И Воротарь Сейчас Нуждают Суковельных Игроков Пол Дальний Вороток Напомню вам Что Шайба была Заброшена Тогда Когда В каждой команде Было По 4 Боревых Игрока Ну А так как Уверены Оба на 5 Минут То Даже после Заброшенной Шайбы Они Продолжают Отбывать Наказание Еще 2 минуты 34 секунды Удаленные Будут Так сказать Успокаиваться Отдыхать Белевинов Семенов Анатолий Сейчас Квартет Динамов Играет Семенов Светлов И Пара Защитников Конечно Так играет Сейчас И сборная Финляндии И сборная Советского Союза Потеряв Шайбу Все моментально Отходят Назад Светлов Гоу Светлов Сбросил Шайба Прошла Кожевников Болдин Гусаров Сверху 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 Ошибку Что ли Наша Команда Вышла Вперед Будут Играть В полном Составе В матче Чехословакия Швеция Счет Не изменился 3-1 Впереди Команда Чехословакии Макаров Хорошо Сделал Отдал Шайбу Нашему Защитнику От Аппетитов Завершение Комбинации Не получило Вот Сейчас Выходит Через 3 секунды Удаленные В полном Составе Ватт Макаров Идет 1 Передача Брисов Очень хорошо Лорионов Увидел Крутого Но защитник Разгадал Перехватил Передачу Шайба Послана Макарова Но уж Очень Не точно Проброд Гроздецкий С партнерами Немчинов Выходит К воротам Передача Гол Отличная Комбинация Комбинация Быстро Улетел У ворота После броска Комотова Что ее Даже Было Недивим Андрей Комотов Аппетит Номер 13 Кроздецкий Номер 8 Немчин Комотов Идет 5 на 5 И как-то скорость Вызросли Игра стала Поживее Поэнергичней Вообще Хоккей сейчас Стал Быстрее Техничный Много решает Скорость И темп Троздецкий Бросит Помешал Защитник Немчинов Хорошие Передачи Но До нашего Защитника Старикова Шайба Не дошла Смена В ходе встречи 5 Троздецкий Это уже Стельнов Помогал Нашим Нападающим Сейчас уже пошла Такая Немножко Сумбурная игра Я имею ввиду Быстрые замены Вот Хорошо поймал Шайбу Жлуктов Но Судя Анатолий Семенов Жлуктов Бельгидинов Пермухин В составе Сборной Финляндии Играет Первый Состав Раутокалио Туохамя Вот Опасные Меламец Медитало И Арина Две минуты Удаляется Защитник Идет Седьмая Минута Последнего Третьего Периода Вот На это Нарушение И удален Игрок Такой Скрытый Пас Шайбу Крутого Ларьонов И наши Защитники Бросать Будет Фетис Шайбер Лакаров Фетис Конечно Имея Такую Великолепную Тройку Нападения Да еще Двух Защитников С мощными Бросками Гол Коса Неизвестно Было Кто бросил И все-таки Избедовалась Передача Косатонова Образнательный Минута 8-2 Сборная Финляндия Будет играть С командой Чехословакия Затем Состоит еще Одна встреча 13-го числа Между Сборной Швеции И сборной Советского Союза Но это уже Не в рамках Турнира А будет Товарищеский Матч Он состоится В Карлстане Опять Атака Передача Сейчас Тройка У нас Не так много Всего 775 Человек Стельнов Стариков Самутов Сделал такой Прострел После передачи Немчинова А шайбудра С детского Наши Стали играть Широко А забросить Не удалось Команда Финляндии Сейчас Втроем Вошли В зону Вышел Ворот Барсок Сейчас В Карлстате Шведская Сборная Провела Шайбу У ворота Команды Чехословакии И счетом Стал Цари 2 В пользу Чехословакской Сборной Белетдинов Бросал Вот таким Болельщикам Принадлежит И наш Популярный Артист Эстрады Конференсье Романа Романа Он предлагает Для хоккея И уже Сделал Такую Шайбу Которая Была бы На ледяном Поле Для зрителей И телезрителей Более заметной Выглядела бы На поле Не черной Точкой А светящей Звездочкой Эта шайба Романа Уже побывала В Сараеве 11 минута Завершающего Третьего Периода Сборная Предпринимает Последовал Бросок Бросок Порота Мышкина Вот она Ловушка Первый состав У нас Ларионов С партнерами Играет Против Хеллендера И Соринена Сельмина Яло И Виттала Как-то игра Проходит Временами Очень быстро Страстно И сразу Становится Интересно А иногда Очень вяло Нет ни скоростей Ни Так честно Говоря Игры Вот хороший проход Крутого Выход Воротом И пас назад Отдавал Ларионову Неплохо Вот сейчас Судья Остановил Игру Потому что Ворота Более Причем Из ничего Возникают Конфликты И Уже Идет Другой Вид Спорта Сейчас Опять Последует Удаление Силовая Борьба Переходит К рамке Правил Там Уже Калитку Приготовили Сейчас Будет Удаление Вы Обратили На Внимание Как Шведские Арбитры Шведские Арбитры Все Без Исключения Играют В Касках Белых Касках Две Две Минуты Нет Еще Алексей Касатонов На Две Минуты Стало Быть Три Команды У Нас И Наверное Игрок Финской Сборной По Три Судя Белядинов Первухин И Жлуктов А В команде Финляндии Играет Микитало 17 Номер Здесь Меломет 24 И Защитники Туохима Четвертый Номер Юха Под шайбу У него Он Играет С таким Известным Татистом Раутокалио Второй Номер Говорят Что Когда Вчетвером Играет Команда Имеет Преимущество То Это Солидное Преимущество И очень Опасное Для Соперников Играющих В меньшинстве Вот видите Мышкин Демонстрирует Уже Своё Искусство Передача Много Бросок Издали Не точно Второй Таталь 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 А вот в последнем третьем периоде Первухин, Светлов, Хомутов и Касатонов забросили еще четыре шайного периода. А в Карстате матчи Швеции и Чехловакии впереди чехловацкие спортсмены. Таринь-два. Кожевников. Гусаров перестает по ротам. Очень приятные впечатления оставляет Гусаров, играющий в обороне. Ну а что сделает Ялло? Тринадцатый номер. Вот сейчас кинтская команда очень энергично атакует. Вот контратака. Болдин выбрал позицию. И сейчас он выходит к воротам. Бросать неудобно. Отдал партнеру, бросил Тюменев, но броска сильного не получилось. Как-то неудачно бросил. Клюшки ломаются. Неточный пас. Смена в ходе встречи. Шестнадцатая минута третьего периода. Это у нас первый состав. Вот такие точные передачи. Они и полезны, и эффектны. Но вот вошли в зону хоккейства Финляндии. Сатонов, Макаров, Лорионов. Этот афетистов подключился в наступление. Но комбинация завершения не имела. Хотя шайба у сборной Советского Союза и атака продолжается. Лорионов. Такой тихий бросок по воротам Мышкина. Наши защитники решили проиграть в нападении. Касатонов отдал пяти свою передачу. А сейчас вратарь спас команду после броска Лориона. Он был в выгоднейшей позиции. Опять небольшой конфликт. Дело в том, что вы знаете, как за шайбу у воротаря. 8-2 впереди сборная Советского Союза. Семенадцатая минута третьего периода. Анатолий Семенов, Светлов и Жлуптов, Первухин, Берлистинов. Ошибаться нельзя. Семенов вот оставил шайбу Жлуптову. Партнеры не поняли друг друга. Первый пятерка Мелометница играет в финской команде. Семенов. Семенов. Берлистин применяет силовые приемы. Берлистинов бросил. Даш защитник пошел вперед на обострение. Воротарь сыграл удачно. Еще две минуты до конца встречи. 8-2 впереди сборная Советского Союза. 3-2 в Карлстате. Впереди команда Чехословакии. Здравствуйте, детские. Мощный бросок. Правда, мимо цели промахнулся. Опасный момент у ворот Мышкина. Спасли защитники. Сейчас будет удален, по-моему, Мышкин на две минуты за то, что он оттолкнул соперника. Ну, естественно, сейчас воротаря уже в воротах сборной Финляндии нет. Шесть полевых игроков. И атакуют финские хоккеисты. Сейчас Мышкин отбил шайбу. Но так как она у сборной Финляндии, то свистка нет. Этот свисток будет только тогда, когда шайбу заберут советские хоккеисты. Вот сейчас. Минута и четыре секунды до конца. Вот опять возникла потасовка. Судим. Лишняя работа. Сейчас будут удаления. А первые... Стариков. Вы знаете, я, кажется, ошибся. Стариков удален, потому что он нарушил правила. Судья так показывал энергично рукой, что я думал, что удален Мышкин, потому что он оттолкнул соперника. Ну, удалили защитника. И так, последняя минута матча. Финская команда имеет численные преимущества. И может изменить счет. Но только счет, потому что уже наша команда проиграть не может. Надо сходить назад, чтобы начинать новую атаку. А времени все меньше и меньше. Еще 15 секунд. Вот выход. Просок. Мышкин отбил. Семь секунд. Еще от удаления нашего игрока. На две минуты удаляется Тельнов. За три секунды до конца матча. Их от наших Финляндии. Матч на кубок Швеции. 8-2. Впереди сборная Советского Союза. Вот финальная эфирена. Матч окончен. Матч окончен.